Я уже не спрашиваю, как вас в тестеры занесло, потому что это как бы семейное, видимо, или вы про нас знали ещё там? Нет, скажем так, я об этом узнала, когда мы познакомились с моим будущим мужем по поводу тестеров, и занесло меня сюда не случайно, потому что это уже как семейная традиция получается. А муж у нас тоже учился, да? Да, так что это прям-таки по стопам даже вопросов не возникало. Папа-тестер, мама-тестер и мама-тестер. Тоже наша? Нет, к сожалению, нет. Это ещё одна, без нас. Ну хорошо, так. Так что, в общем, это семейная, но мне всегда, даже последние года полтора-два, я подумала о том, что как-то 15-летнюю практически карьеру в туризме хотелось бы на что-то другое поменять. А что-то достаёт или, допустим, когда-то у тебя семья, ты уже не можешь столько посвящать себя поездкам, или почему? На самом деле, поездки я люблю. То есть это вот то, что... А может быть, ваш муж не любит, чтобы отсутствовать? У нас с ним договоренность. Он мне сказал, какая бы работа ни была, если в рамках двух недель максимум, я переживу. У вас очень либеральный муж, меня жена вообще никуда не отпускает. Вот мне повезло в этом смысле, поэтому у нас с мужем есть такая негласная или гласная договоренность. Но работать, например, здесь в туризме, здесь очень отличается от того, как это построено в Москве. Здесь всё-таки настолько всё уже автоматизировано, всё в онлайне, и настолько люди привыкли бронировать всё самостоятельно. Там с денежкой сложно, потому что такая конкуренция чудовищная. И я видел вот за те 20 лет, что у нас школа, я всё время видел такие волны людей из турбизнеса. Вот, допустим, что-то изменилось в корпоративном заказе билетов на самолёты – бах, волна увольнений. Изменилась там что-то террористическая атака, угроза – бах, волна увольнений, то есть это бизнес, который реагирует на всё. – Очень сильно подвержен, особенно кризисные какие-то моменты, которые происходят сейчас в России. Туризм, к сожалению, очень сильно просел из-за всяческих голов. – Может быть, он переориентируется на внутренний рынок просто? – А он сейчас что, собственно, и делается. Сейчас, если два года назад специалисты по внутреннему туризму это было, в общем, не то чтобы обязательно иметь, это есть, ну хорошо, нет, это вообще не проблема, потому что внутренний туризм, к сожалению, инфраструктура не настолько хорошо развита в России. – То есть не потому, что люди хотят именно экзотики, а просто дома им комфортабельно не съездить, так получается? – Дорого. – На рубли дорого. – Вообще дорого. – То есть на долгое и дешево? – Путешествовать по России дорого. – Ну, как воспроизвать? – То есть вот, например, в Сочи поехать дороже, чем поехать в Европу. Или поехать, я не знаю, там, даже в ту же Доминиканскую республику. – А на Байкал? – Это вообще бешеные деньги. – На Байкал? – Абсолютно. – Потому что перелёт дорогой? – Дорогой перелёт, условно, один монополист-перевозчик, плюс размещение, ну, во-первых, его не так, чтобы очень много, но… – Узер маленький. – Ну, дорого, даже, скажем так, минимальный набор, или даже никаких условий будет стоить очень приличных денег. За эти деньги, которые ты ничего не получаешь, условно, кроме койко-места… – Ну, всё-таки… – Да, ну, опять-таки, красоты, безусловно, я была на Байкале, мне повезло, это совершенно фантастически. Ну, так, сама бы, вряд ли бы я смогла себе позволить поехать на Байкал, если бы это не была командировка. – А вот есть какие-то туры, я не знаю, ну, то есть, насколько это запредельно по ценам, ну, вот я не знаю, там, скажем, горячие, там, какие-нибудь источники… – Какая-то Камчатка? – Камчатки, да. – Ну, на человека, наверное, от… где-то район 7 тысяч долларов на человека, за, там, может, не 8. – То есть, проще из Канады? – Да. – Ну, то есть, грубо говоря, за эти деньги вдвоём, за 14 тысяч, простите, я могу сделать нереально крутой маршрут по Южной метке. – Даже так? – За 14 тысяч на двоих, ну, в общем-то… – Ну, не странно ли? – Вот это как раз и странно, то, что российский туризм именно внутренний. Для иностранцев, безусловно, это изюминка, есть что посмотреть, а для самих русских путешествовать по стране практически невозможно. То есть, очень-очень дорого, и это упирается в перелёты. – А вот такой вопрос уже, как вы, человек туристический, значит, вот у меня нет ответа на вопрос, я всё думал на эту тему. Вот, например, россиянин, который хочет провести там отпуск в Крыму. Всё-таки, когда на гривны-то он ездил, это ж было намного дешевле. При том, что россияне не очень любили Крым. То есть, там было только 30% туристов из Российской Федерации и 70% из Украины. Поэтому вот сейчас, когда это стало на рубли, то есть, уже намного дороже. Я уже не говорю о том, что теперь облетать надо там крюками, и этот Симферопольский аэропорт не выдерживает столько рейсов там и так далее. Но всё-таки, ну, люди почему-то же едут. То есть, как бы, это стало намного дороже теперь. Что произошло? Произошло то, что больше никуда не могут. А я объясню, например, кто, скажем так, основной процент путешествующих в России, у кого есть средства? Бабульки, да. Это вы хорошо сказали, бабульки. Чиновники. Чиновники, которые… У кого есть бабульки? Ну, это чиновники. Не предприниматели. Госдепартамент, предприниматели, безусловно, но, как правило, это связано настолько с политическими моментами, что, когда закрываются, как говорят, неофициально, ну, мы не едем. Куда? За границу. То есть, вот мы можем Сочи, можем Крым, потому что, как бы, своё. То есть, скажем так, деньги есть, но не политкорезно? Да. Мы не можем их потратить нигде, кроме как вот там. Хорошо. Сочи или Крым? Да. Вот, пожалуйста, туда и едем. Поэтому… И в Одессу неудобно? Нет. Окей. Хорошо. То есть, деньги тратим вот там. Крым был какой-то суперпопулярный. Туда было вообще не уехать в этот… Ну, как… В этом году? В этот сезон. Да. Там было всё, простите, забито. Но качество вот сервиса, вот люди, которые привыкли ездить в Турцию, там, я не знаю, в Египет, вот они вдруг приехали, там, я не знаю, в Алушту. Грустно. Ну, и второй раз они снова поедут? Ну, сейчас там начинается отстройка, ремонты и так далее. И, в общем, это пытаются вести в строй и сделать, собственно, так сказать, трендом для путешествий, для российских, так сказать, туристов. То есть, есть деньги на это? Ну, это же политический… Ну, да, да. Это политический момент. На политический момент есть деньги всегда. Да. Вот. А вот Сочи. Вот если ты любишь, и тебе доводилось ездить в Таиланд, там, не знаю, на Кипр, в Эгипцию, и ты приехал в Сочи. Сочи соответствует, ну, по сервису, по условиям пребывания там и так далее. Ну, скажем так, после Олимпийских игр, которые там были… Да. Я, к сожалению, не была в Сочи вот после… А до? До. Была когда-то, потому что в Сочи не был приоритетом для поездок, но те, кто там живёт, кто туда ездил, с очень многими общалась, а Сочи очень сильно подняли. Он действительно стал на много раз лучше, чем был когда-то. Это и отельная база прекраснейшая, и горнолыжные курорты, и отели на побережье… Что-то даже летом? Горнолыжные? Да. Ну, не летом, скажем так. Да, зимой, в большей части, но всё равно летом туда едут по воздуху, подышают полюбоваться. То есть там прекраснейшая инфраструктура, рестораны, гостиницы, всё на высшем уровне. Вопрос цен. То есть… Ценовой сегмент… За те же деньги чего можно было бы учинить в Южной Америке? Ну, за те же деньги я бы, например, в Мексику слетала, в ту же… Ну, для американцев это Мексика – это рядом, а для русских это всё-таки далековато. Да тут же Эквадор совершенно чудесный, с какими-то Галапагоскими островами. Хорошо. Там прекрасно. Черепахи. Черепахи, хотики морские, манты, китовые акулы… Ну, хотики – это у нас тут в Санта-Крусе… Ну, так а китовых акул-то там… Вот здесь где китовые акулы? А нужно? Они… Они реально красивые. Ну, хорошо. Ну, в общем, можно. Можно сотворить на те деньги, за которые поедешь в Санта-Крусе… То есть всё-таки дорого, я понял. Очень дорого. А вот такой вопрос. В советское время, я вот вам расскажу, для людей, живущих не в Москве или там, может быть, в Воронеже, а вот, например, для людей, которые жили на Кавказе, а в том же Крыму, например, для них было вообще очень желанным поехать там куда-нибудь в дом отдых под Москву. Вот Подмосковье, Подмосковье считалось классным местом. Сейчас как там? До сих пор считается классным местом. Подмосковье процветает. Много чего построили нового и интересного. Именно в курортном смысле. Именно в курортном смысле. И санаторий, и дома отдыха, и совершенно великолепные комплексы, и коттеджные такие. Шикарно. Но отворно было? М-м-м, можно что-то подобрать, можно, но только не на празднике. То есть вот... То есть в Москвичи подъезжают? Ну, все новые года, там, 23 февраля, 8 марта, майские праздники и так далее, надо бронировать очень задолго, чтобы успеть отхватить affordable price и что-то приличное. Онлайн его можно? Многое сделать или надо звонить, говорить, приходить в офис? В онлайн не можно, но как-то грустно. Я понял. То есть все равно это не... Вот разница в чем? В России все равно больше через, так сказать, то же самое, через человека. Здесь онлайн пошел и сделал все, что тебе нужно. Тебе по большому счету человек-то и не нужен. Ну, как бы сказать, сориентировать там, да. Сориентировать, да. Если ты, в общем-то, не знаешь, что человек нужен, да. Да можно самому, конечно. А так они и страхуются сами в онлайне. То, что казалось бы, да. Ну так, собственно, поэтому здесь все иначе. Юленька, давайте мы, значит, от вашей туристической карьеры, закончившейся такой, можно сказать, драматической такой расстановкой замуж вышла, жизнь меняется. Мама-то что говорит? Скучает мама. А еще дети есть у мамы? Я одна. Мама скучает. Ну еще, вы можете забрать со временем. Гражданство получите там. Ну так, да, это еще уже. Ну еще ничего. Ты недолго осталась. Так, значит, теперь. И вы подумали, надо бы чего-то новенькое в жизни начать. Ну и выбора у вас никакого не было. Вам говорят, а что тебя мучиться, вот иди там тестировать будешь. Ну, не настолько прям иди там тестировать будешь. Ну, мне предложили, мне сказали, что у тебя есть выбор. Я говорю, а я хочу попробовать. Хорошо. А вдруг. Хорошо. Теперь, значит, вот вы сколько уже у нас тут учитесь? Ну, третий месяц, вот, в ноябре будет. Три месяца будет в ноябре? Слушай, вы уже ветеран. Вам уже на интерншип скоро. Да, вот буквально уже, можно сказать, на днях. Вас уже куда-то там пристраивают? Ну, пока, пока только на интервью. Ну, да. Да. Уже ходите на интервью. Завтра будет. Первая? Да. Он, правда, будет по телефону. По телефону. Ну, что же, хорошо. Теперь, значит, с точки зрения учебного процесса. Вы в какой группе-то? Экспресс. Понял. То есть, вы не фултайм. Вы экспресс, такой более щадящий режим. Значит, а понятно, чего мы изучаем? Или думаешь, вот тут наворотили, намутили тут, что-то голову людям морочат? Мне кажется, процесс учебный построен настолько замечательно. И преподаватели фантастические, что даже если ты никогда не подразумевал, что такое тестирование, что такое quality assurance, что такое вообще, простите, смартфон или компьютер, ну, конечно, я утрирую, но если у тебя даже никаких базовых знаний не было, то если ты очень хочешь, то здесь. Вы мне напомните, вы какой институт-то закончили? Туристический. Прям институт такой? Да, ну, Московский государственный университет сервиса институт туризма и гостеприимства. Я думаю, а так мудро говорит, как будто, знаешь, из МГУ. Ну, вот. Да. Ну, хорошо. Ладно, значит, то есть, вы как бы чувствуете себя уверенно в материале, который у нас там. Да. Мне нравится, безусловно, есть моменты, которые постоянно улучшать и учить, потому что материала очень много, много всего интересного, но в этом-то весь и плюс, что для меня счастье нереальное, здесь надо постоянно что-то новое, постоянно новые технологии, программное обеспечение, всё-всё-всё новое надо учить, и это здорово. Вот группа, в которой вы учитесь, там сколько народу много? Насколько? 24, по-моему, 26. 24, 26. 25. Для ровного счёта. У вас есть там какие-то такие, как сказать, пораженческие настроения? Есть такие, ой, да работы нету, ой, да мы учим не то, ой, да надо бы программирование там без него никуда не устроить. Ну вот как бы есть люди, которые, скажем так, много ли людей, которые в раздрае в таком, они мечутся, они как бы… Ну, я бы сказала, был один настроенный, пораженческий молодой человек, но его уже давно нет. О! Ну, то есть, как-то… Ну, не знаю, если какие-то разговоры… А зачем же он приходил? Ну да. Не знаю. А бывает. То есть, на самом деле, даже если какие-то разговоры кто-то где-то говорит, ну вот, работа нету, значит нет. Кому есть, а кому нет. То есть, здесь надо двигаться, надо шуршать, надо заниматься. Был такой анекдот, знаете, там заключённый сбежал с лагеря и там идёт по тундре, там куда-то, значит, ты видишь, чум стоит, зашёл в чум, значит, чум-чум побил, значит, там жену износил, продукты взял и пошёл. И чум-ча ползает из чумы побитый и кричит ему, добрый человек, ты зачем приходил? Я вот иногда себя чувствую такой чум-чей, таким чум-чей, потому что думаю, чего приходил? Человек добрый пришёл. Вроде вопрос, зачем приходил, часто возникает. Ну что ж, хорошо, если один только это… Нет, у нас чудесная группа, поэтому все настроены позитивно. Хорошо. И это радует. Ну, хорошо. Что же, значит, мы с вами фактически, как это, казаки, да, так вы… Казаки, хорошо, не разбойники, а там… Ну, у меня вот такая, так сказать, пуражечка у вас, кубанка. Я пытаюсь понять, я Петька или Анатолий Иванович. Вы, наверное, Петька. Или Анка. Может быть, Анка-пулеметчицца. Ну, вот… Вы всё-таки женская, женский образ. Ну, да, пусть я буду Анка. Вы будете Анка-пулеметчицца. Пулемет не хватает, ну ладно. У нас тут в школе любые виды оружия. Вы можете так… Ну, не надо, в чехле вот так. В чехле. Ну, это же не… В чехле. Вы так возьмите… Анка-пулеметчицца. Это место пулеметчицца. Вот… Да, черкеска. Тогда в шапке черкеска. Тогда черкеска. И папаху бы ещё, и тогда вот прям кинжал бы прошло. У меня есть папаха, но молдавская. Ну, интересно. Называется Куш-кушма. Да. Ну, что же, друзья, я думаю, что мы Юлю абсолютно раскололи. Хотя, знаете, когда женщина, ты никогда не знаешь, сколько там ещё тайн. Это вот опыт с возрастом приходит. Там всегда может быть ещё несколько неразгаданных загадок. Ну, так мы оставим на следующий раз. Спасибо вам огромнейшее, Михаил, за сие приглашение провести с вами 20 минут. И вы не смотрите наш канал «Олсаммита»? Вот я так понимаю, что это мое большое упущение. Теперь придётся смотреть. Теперь придётся смотреть. Вы давайте вот что. Когда видео повиснет, значит, туда-там, вы ходите и там напишите что-нибудь от себя. Скажите, это я, Юля, там, всё, спасибо, туда-сюда. Чтобы они не меня спрашивали, как найти Юлю. А чтоб они... Они уже вписали Юля. Они знают, что вы замужем, они и приставать не будут. Ну, тут, да. Так что, может быть, что-то такое спросят о туризме. Да, легко. Вот всё, что касается туризма. И не только туризма, я с большим удовольствием. Да, потестирование, если вопросы. С большим удовольствием. Но она, знаете что, она ещё и соображала тоже. То есть, вот это такой бонус был. И... Ну, и он говорит, вот беру эту девочку. И София ему говорит, ну, с гордостью. Она говорит, ну, ты, говорит, оценила вообще какая девочка у нас крутая. Он говорит, ты знаешь, София, я так боялся, что она может не ответить. Я даже не стал ничего технического спрашивания. Ну, гениально. Да, потрясающе. Вот, поэтому я вас не спрашиваю там про тест-кейс, там, как будем тестировать логин, пасворд. Это мы оставим для официальных мероприятий. Вот. А так вот, эффектная, интеллигентная, московская женщина. Как вам в Америке в целом-то? Ну, мне нравится. Можно жить, можно жить. Мне нравится, да. Вот маме давайте привет передадим. Мама смотрит. Вот маме. А маме, кстати, да. Маме, маме. Мама, большой тебе привет. Ссылочку скину. Дочка присмотрена, она тут в надежных руках у нас. И, в общем, мы ее в обиде не дадим. Тем более, у нее такой фазер инло вообще. С папой мне повезло. Надо их познакомить, слушайте, это невозможно. Это, что ж она так. Да. Ну, не обижает вас фазер инло? Нет, у меня чудесный. Хороший, хороший. У меня чудесный. Папа просто-таки, я счастливейший человек. Мне повезло. Да. У меня что, мазер инлоу, что фазер инлоу. У меня просто чуть... А брат какой? Брат у... Да. У моего мужа. Ну, можно сказать, уже и мой брат. Друзья, там есть еще одна тайна, которой мы не касались. Но ее муж, он на гоночных машинах. Дрифтит. Это дрифт. Машина так называется. Ну, сама техника, ну общем, исполнения мероприятия, это дрифтит. Ну, он как «жжжжжжжж», колеса дымом, «бррррр!», и только потом она трогается. именно так вот так что это мы отдельно может быть еще обсудим эту тему все давайте попрощаемся и маме привет и всем кто там остался может быть там помнит вас скучает им всем привет всем вам привет до свидания